Привет, друзья! С вами Кирилл. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы изучаем английский язык. Сегодня у нас интересная тема. Апостроф в английском языке. Зачем он нужен и где его ставить? Итак, что такое апостроф? Это орфографический знак, похожий на запятую, который ставится вверху слова. По-английски апостроф называется апострофей – ударение на второй слог. В русском языке правильным ударением считается ударение на третий слог. Однако от своих учителей я почему-то всегда слышал вариант апостроф. Напишите в комментариях, как вас учили в школе. Апостроф или апостроф? Мне вот пришлось переучиваться. Сегодня мы рассмотрим пять основных случаев употребления апострофа. В разговорной речи некоторые английские слова могут сокращаться. При этом часть букв выпадает, и на письме в таких ситуациях используется апостроф. Например, I am превращается в это. Вот это сокращение are. Апостроф плюс s – это сокращение is. Также апостроф плюс s может быть сокращением вспомогательного глагола has. Апостроф плюс буквы ve – это сокращение вспомогательного глагола have. Вот такой вариант употребляется в двух случаях. Первый случай со вспомогательным глаголом had. Второй случай с глаголом would. Апостроф плюс double l – это сокращение вспомогательного глагола will. Пункт номер два. Апостроф используется при сокращении отрицаний. Так do not превращается в don't. Третий случай. Апостроф используется в притяжательном падеже перед буквой s в единственном числе. И после нее во множественном числе. Например, my brother's cat, my parent's dog. В первом случае брат один – число единственное. Во втором случае родители – множественное число. Поэтому знак стоит в самом конце слова. В разговорной речи некоторые слова сокращаются. В частности, выпадают первые звуки. Например, слово because может сокращаться до cause. При этом в английском языке есть отдельное слово cause – причина, которое пишется без апострофа. Давайте сравним. Cause – потому что. Cause – причиной или стать причиной. Для того, чтобы показать на письме, что имеется в виду слово because, а не cause, нужно поставить апостроф. I don't want to talk to him, because I don't like him. Есть апостроф, потому что это слово because. В то же время в предложении he can cause a lot of trouble апостроф перед cause не ставится. Это совершенно другое полноценное слово. Знаю, что многие из вас читали Гарри Поттера на английском языке. Так вот, уже в начале первой части появляется Хагрид – мастер по части сокращений. В книге можно увидеть такие слова. Em – что значит them, nothing, everything, and about и так далее. Но это очень неформальная речь, так что не стоит учиться у Хагрида плохому. Пишите слова полностью. Пятый случай. Апостроф может употребляться, когда мы говорим о времени. Например, In today's lesson we will learn everything you need to know about the apostrophe. This is a two-day journey. Также не забывайте всем известное слово o'clock. Там тоже нужен апостроф. А теперь немного об ошибках. Пишите апостроф только там, где это необходимо. И не путайте между собой такие слова, как, например, вот эти два. Давайте рассмотрим очень простой пример. В первом случае нужен апостроф, так как это сокращение личного местоимения it с глаголом is. Во втором случае апостроф уже не нужен, это совершенно другое слово. Притяжательное местоимение it's. Отдельное видео по этой теме вы можете посмотреть по ссылке в описании. На слух можно также перепутать и такие слова. Возьмем два предложения. He's a boss. И His boss is very smart. В первом случае личное местоимение he плюс is. Во втором случае притяжательное местоимение his. Какие ошибки с апострофом встречали вы? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если вам понравилось сегодняшнее видео, поставьте большой палец вверх и составьте несколько примеров предложений с сегодняшними сокращениями. Спасибо за внимание. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся. И Симба тоже передает привет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...